Добрый день, уважаемые телезрители. Мне очень приятно в офисе Национального союза журналистов приветствовать наших теперь уже постоянных друзей и, наверное, соратникам по творческому цеху. Это Алла Шляхова, представитель Харьковщины, и Романовская Наташа, представитель Тернопольщины. Однако эти милые девчонки сегодня работают в области живописи, правильно или нет? И они будут буквально 21 февраля представлять уникальную свою первую в Одессе выставку в Пушкинской музее западно-восточного искусства, называется «Патмодернизм». Я по-своему расшифровал это «Патпрофессионализм, аналитика и талант». Я думаю, это присуще вам трех. Я, знаете, когда-то, я, так сказать, немножко о вас кое-что изучил, знаете, я специально так смотрю в ваши глаза, и я в твоих глазах увидел море голубым палащим огнем, когда-то паэт говорил. Хотя ходил я в Багдад с караваном, был там когда-то молодые годы, но об этом говорить будет немножко позже. Что хотел сказать? Выставка уникальна тем, что эти две милые красивые девушки будут представлять для одесситов, жителям нашего города, уникальную коллекцию своих личных работ, которые они занимаются на протяжении всей своей сознательной жизни. Потому что у тебя Харковская школа, здесь, знаете, Тернопельская плюс Одесская школа, Греково, Греково, понимаете, Грековка наша знаменитая, потому что очень уникальны были учителя. Я знаю, что вы занимаетесь меценатством, что у вас много явлений, то, что написано в картинках, приходят во сне. У меня было, знаете, какое-то такое изречение, радовался жизни, да только сон прошел. Я вижу, ваши сны не проходят, потому что вы это рисуете, их передаете настроение. Это сегодня, наверное, самое главное настроение, видеть людей, чтобы не отторгали эти работы, а наоборот притягивали, чтобы ты пришел к картине, и, знаете, что-то вспомнил свое сокровенно и стал добрее. Мир побеждает красота и добро. Итак, начнем, наверное, по старшинству я уже начал, и теперь вот давайте по ней. Ну, я немножечко, если говорить о живописи, да, то у меня были очень хорошие учителя, достаточно известные. И Беседин Сергей Фотевич, современник Маяковского, ему тогда, когда я занималась, ему уже было 90 с чем-то лет, он еще все преподавал в добром здравии и прекрасно, и очень хорошо там его получалось. Ну, и мы тоже восприняли школу Луценко Анатолий Павлович, Хмельницкий, ну и целый-целый ряд преподавателей, академиков, профессорский состав, которые передали знания и очень достаточно большие, потому что Харьковскую школу знают далеко за пределами нашей страны. Аллачка, а теперь я перебиваю, чтобы у нас параллельно было. А теперь Одесская школа, кто вас учил? Скажем так, Одесская, да, ГХУ имени Грекова, достаточно известная. Мои преподаватели были Полнобродский, Владимир Полнобродский, да, очень хороший, известный художник, толковый, до сих пор там преподает, и Кучинская Лена Павловна, тоже живописец. На выставке представлены как работы наши собственные, вот Натальи и мои, так и наша совместная, уже наша совместная выставка по патмодернизму, направление, которое мы будем открывать совместно. В этом направлении у нас, в общем-то, можно сказать, как группа участвовала. Вот мы с Натальей и еще замечательный историк, доктор исторических наук Валерий Григорьевич Рака Цицицак. Очень знающий человек, прекрасный, замечательный, и он много, в общем-то, тоже сделал для нашего направления, потому как название придумал он, вот, а уже концепцию, уже, вот, я дописывала чисто как концепцию, мы определялись с Натальей, вот, как мы это будем представлять, и концепция очень-очень интересная. Концепция интересная, это очень здорово. Да, ну и могу вкратце, наверное, да, концепция. Буквально, да. Буквально. Название пат, это можно сравнить, допустим, с шахматной партией, чтобы понятно было, когда на доске остается два короля, и они не могут сделать ход, признается ничья. Ну это так, кратко, да. И так как мы работаем в паре, и делаем одно общее дело с Натальей, то есть у нас, как бы, ну, можно сказать, ничья, но мы достигаем определенного результата в работе, то есть основная мысль, что мы не изображаем никаких сцен насилия, какие-то отрицательные эмоции. Только позитив. Позитив, только в хорошем настроении садимся работать. Работа очень интересная, потому как Наталья прекрасный дизайнер, вот, и живописец, то есть нам очень легко работать. Моя школа тут, в общем-то, тоже достаточно известная, я и графики живописец, у меня графика в живописи, можно так сказать, хотя и живописное отделение у нас было, очень интересно. Вот к сочетанию этого всего будет интересно посмотреть на выставки. Ну вот вы сказали, знаете, когда два короля или две королевы остаются на шахматной доске, вот, хода к нём не будет, да? Да. Это приоритет вас двоих, потому что это ваше совместное творчество с нашим прекрасным другом Валерием. Что бы я ещё хотел сказать? Как вы думаете, какое впечатление будет от гостей и жителей нашего прекрасного города? Потому что это направление немножко другое чуть-чуть и... Я думаю, что гостям будет понятно, потому как язык очень простой в работах, то есть минимальным способом, минимальными средствами стараемся передать состояние, настроение, может быть, даже какая-то философская мысль, потому как у нас работы умные, вот, они определённую смысловую нагрузку несут, это очень интересно будет всем посмотреть, вот, ну и сама идея прекрасная, что даёт возможность работать в группах, вот, по два человека, это может быть любое количество совершенно живописцев, и это объединяет, в общем-то, и людей между собой, и в дальнейшем, я надеюсь, присоединятся к нам ещё художники, Это разных возрастов, да, совершенно, то есть обмен опытом, то есть прекрасно, вот, учение интересное. Наташа, вот вы прожили в Одессе почти 30 лет, знаете, вот, в Одесскую школу живописи полностью уже постигли её. Вот скажите, пожалуйста, ну почему вот именно первое такое направление выставка было? И почему музей западно-восточное искусство? У нас же есть своё, это же ваше искусство, у нас же много выставочных залов, это прекрасно, там будет три зала или один? И сколько работ будет всего? Ну вот, у меня, у моих лично 46, у Натальи 25, а вместе 40, да, ещё совместных 40 работ. А, ещё 40, да? Ещё 40, да. Достаточно интересная, большая выставка, то есть будет представлена и Харьковская школа, и Одесская школа, и уже наши совместные работы. Видите, как вы красиво, вот, выходит 111 работ, три единички. Да, потому что... Это, как говорится, профессионализм, анализ, талант, талант, присущий вам, наверное, с рождения, потому что это, надо сказать спасибо вашим родителям, что вам дали, так сказать, направление. Наталья, вот, Одесса, что для вас сегодня, скажите, пожалуйста? На самом деле для меня это любимый город, город, который меня вдохновляет, он даёт мне силы, даёт силы на творчество. Вот, и на самом деле я его безумно люблю, и никогда бы отсюда бы не уехала. Мне хочется жить здесь всегда, потому что здесь очень много прекрасных людей, которые творят, вот, и здесь очень благотворная среда. То есть для меня это любимый город и самый лучший. Ну, видите, как хорошо, вот, уважаемые наши телезрители, друзья, коллеги, гости нашего города, приезжайте в Одессу, знайте, что это действительно любимый город для многих, и, значит, наверное, не зря многие города в других континентах тоже называются Одессой. Как бы то ни было, Одесса имеет чувство магнетизма, она сюда притягивает талантливых людей, и, наверное, я честно скажу, что всё-таки Одесса на сегодняшний момент уже признана культурной столицей Украины. Как бы то ни было, каждый день что-то происходит, и то, что вы откроете выставку 21 февраля, это знаковое событие для города. Я думаю, туда придут и молодые, и взрослые, и туристы, и, я думаю, я сподеваюсь, что Влада ТЭС придет туда на открытие, председатель Союза художников придет, я думаю, мы постараемся творческих работников тоже туда направить, потому что это не рядовое событие. Я думаю, мы должны творить во имя будущего. Красота спасет мир, так можно сказать. Я думаю, вот 111 работ есть, мы определимся, знаете, мы сделаем такой, может быть, какой-нибудь винегретик или калаш, и какие-то работы такие, знаете, которые самым больше понравятся. Можем в офисе Союза журналистов тоже сделать такую выставку, чтобы она была постоянно действующей, чтобы вы могли иногда приходить, когда тяжело прийти, любоваться своими произведениями и ходить по залу, и говорить, а кто ж это нарисовал? Это ж я, ой. Главное, чтобы у вас крылья не выросли, знаете, и звезда, звезда, она всегда. Я думаю, что... Нет у вас звездной болезни? Нет, нет. У нас очень прекрасный дуэт, очень гармоничный, то есть очень приятно работать с Аллой, потому что она реально опытный человек, очень энергичный, просто сумасшедший. Она как источник бьет, постоянно что-то придумывает, что-то изобретает, то есть очень хороший дуэт, прекрасный. Наташа, вы сказали, Аллах сказал в плане шахматной доски, вы что-то вот именно мойте, интерьер сделать, чтобы показать, оставьте две короля или королевы шахматной доски, чтобы людям немножко пофилософствовать. Почему так вот? Вы не планировали это? У нас есть. Чтобы такое направление было, чтобы человек зашел, увидел сразу, а почему это здесь, может походить, а смотришь, это нарисовано, походить нельзя? Да, у нас будут, у нас будут такие работы, вот мы готовим. Работы-загадки, да? Работы-загадки, да. Ну, в принципе, кто более-менее подготовлен, читающий зритель, сразу поймет, о чем речь, потому что, опять-таки, поднимаются, кроме шахматной доски и изображения шахмат, у нас будут очень интересные философские темы раскрываться, опять-таки, минимальными средствами, предельно просто. Вот, ну, и в простоте, и, может быть, находится какое-то определенное состояние необычное, и которое легко передать, и будет понятно, в общем-то, зрителю. Вот, и я думаю, выставка будет очень интересна. Ну, мне еще очень хорошо, что в этих работах присутствует духовный мир человека, наверное, самое главное, это, знаете, любовь, мир, благодать Божья. Это здорово, знаете, я хотел бы еще что сказать. Во-первых, пожелать вам творческих успехов, потому что они необходимы, потому что вы немножко, уже почти 30 лет, вы только недавно приехали в Одессу, но Одесса тоже для вас стала родным, второй родиной, правильно? Все-таки Харьковская школа, если поеднати одне с іншим, это выйдет что-то, вот это и выходит. Стихи здесь пишут, здесь прекрасные, да, я могу. Ну, знаете, у меня есть такие вещи, я буду смотреть на вас и говорить, так, я принимаю все тобою, на взлеті крил своих не бачу я, коханя ей, это с тобою, из века в век любовь моя. Вона была, существует, всегда будет. В народе есть свой заповедь, допоки женщина с человеком будет, не зникнет в Украине родовид. Я хотел бы, чтобы у вас, знаете, коль вы здесь живете, чтобы действительно рождались дети, чтобы вы воспитали и детей, и внуков, чтобы действительно дали творчество всем будущим поколениям, потому что от красоты сказанного, написанного зависит, даже мир, наверное, зависит на планете Земли. Я хотел бы действительно, чтобы мы, вот со временем, передвижная экспозиция ваших работ поехала по Украине, это было бы здорово, это надо этим заниматься. Что, майте на увазе, что спилка журналистов представляет вам свои творче, могут не плече, и мы будем допомогать вам, потому что без этого просто нельзя. Мы люди творческой профессии должны уважать, ценить друг друга, знаете, каким-то образом помогать, понимаете. И мы действительно делать из невозможного возможного, и действительно привлекать юных школьников, чтобы они действительно учились и перенимали тот творческий потенциал, который у вас есть, заложен, наверное, Господом Богом, что можно еще сказать в этой ситуации. Дай Боже, чтобы в 21-м мы все собрались в 15-00 на Пушкинской, в этом прекрасном выставочном зале, музеи, знаете, действительно по достоинству оценили. Знаете, ну, я некоторые работы ваши видел, прекрасно, это очень здорово, я думаю, вы состоялись уже как творческие личности, вы принимали очень много мероприятий, проводили в Харькове и занимались меценастами. Я думаю, с этой стези мы и вы не уйдете, потому что это то, что, значит, надо передавать людям, дарить свою красоту и радость. И очень приятно, что, знаете, я знаком с творчеством хорошо Юрия Горбачева, который в Соединенных Штатах Америки живет, у него картинок не присутствуют черные тона. У вас, я надеюсь, тоже их нет или есть? Ну, у нас черно-белая присутствует, это шахматная тема, да, потому что там, ну, очень интересно, я не буду рассказывать, потому что вы все увидите, да, вы увидите, нужно увидеть. Там просто необходим был черно-белый колорит такой, да, черно-белый колорит. Хорошо, уважаемые телезрители, я хотел бы поблагодарить моих друзей теперь, знаете, теплота и холод, холод и теплота, лед, снег, радость и солнце. Такое должно в нашей жизни быть. Спасибо, Наталья, спасибо, Аллочка, что вы есть. Я думаю, одесситы будут видеть, будут благодарны вам, потому что все то, что открывается новое, оно приятно, потому что воспринимается на ура. Правильно? Любви, здоровья, благополучия и до следующих встреч, уважаемые телезрители. Я надеюсь, подобные встречи мы будем проводить постоянно, потому что мы ценим, уважаем наших талантливых одесситов и гостей нашего города. Спасибо.